Привет, это канал LikePet. Я Таня и сегодня познакомлю вас с настоящими жителями частного дома котом-матрасом и котом-лаке. Вместе с ними мы расскажем вам о том, какие опасности подстерегают мяукающих в частном доме. Частный дом настоящий мир развлечений для питомца. Можно понежиться на солнышке, на участке. Можно посмотреть щелку забора на соседний двор. Да и просто это очень большое пространство для игр и прогулок. Однако не все так однозначно. Чем больше дом, тем больше угроз для питомца в нем можно найти. Если вы хотите, чтобы ваш мяукающий друг не попал в беду, берегите его от следующих опасностей. Насекомые – первая опасность. На участке кошка может подцепить блох, быть ужаренный осой или укушенный клещом. Прежде чем выпустить на улицу кошку, обязательно поставьте ей все необходимые прививки. Кроме этого, позаботьтесь о дополнительных средствах защиты – специальных спреях, ошейниках и каплях для животного. После прогулки тщательно осмотрите питомца. Если вы заметите недомогание у мяукающего друга, немедля обратитесь к ветеринарному врачу. Садовые растения – вторая опасность. Ландыш, нарцисс, гиацинт, крокус, самела, ирис, хризантема, рододендрон. Это лишь краткий список ядовитых для кошек садовых растений. Чтобы не дать кошке приблизиться к ним, можно поставить возле растений конструкции из жестяных банок. Они отражают солнце и гремят при соприкосновении, поэтому кошки не будут рисковать подходить к ним. Тяжелые двери – третья опасность. Кошки любят выбегать за своим хозяином наружу и могут попасть под закрывающуюся дверь. Для некоторых питомцев это заканчивается плачевно – травмами лап и позвоночника. Если у вас есть тяжелые двери, которые сильно хлопают, лучше поставьте на них доводчик или фиксаторы, которые не дадут двери с размаху ударить питомца. Средства для ухода за растениями – четвертая опасность. При выборе химикатов для огорода обращайте внимание на то, чтобы на них было написано, что они безопасны для домашних животных. В противном случае такие помощники в саду могут нанести серьезный вред здоровью животного. Крыша – пятая опасность. Постарайтесь, чтобы вход на крышу для вашего питомца был невозможен. По статистике, наиболее частая причина гибели кошек моложе 5 лет – шок вследствие травмы в результате падения с высоты. Таковы основные опасности для кошек в частном доме. Если даже ваш питомец выглядит сильным и смелым, это не значит, что ему не может ничего навредить. Следите за своими мяукающими не только внутри дома, но и снаружи. Вовремя проявленное внимание хозяина может спасти животное от беды. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ialike.pet. До новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok